Всем привет на канале All Dutchman. Сегодня мы с вами продолжаем тематику миграционной политики. И вот вам еще один случай из целого ряда вот этих вот попыток нелегальных мигрантов проникнуть на территорию Германии. А если они проникают, попытки остаться всяческими путями в Германии, чтобы получать пособие. Полиция задержала одного 29-летнего иракца, который вызвал у них подозрение при проверке документов. И оказалось, что этот иракец, гражданин Ирака, с действительным действующим паспортом Ирака, подлежит уже несколько месяцев подряд депортации из Германии. Оказывается, что он не просто известен полиции и всем вот этим учреждениям, той же самой конторе BAMF, называется она Bundesagentur für Migranten Flüchtlinge, под своим именем. Но также он использует 9 разных имен, 9 разных личностей, под которыми он подавал неоднократно заявление на получение статуса беженца. Естественно, по этим заявлениям на получение пособия для мигрантов. Но ему каждый раз отказывали. Так вот, полиция поймала его и отправили его под арестом, вот это как здесь называется, анкер-центр, для дальнейшей, скажем так, для дальнейшего разъяснения его дела, выяснения, кто же он на самом деле, действительно гражданин Ирака или один из 9 имен, которыми он себя называет, и скорейшей депортации обратно в Ирак. По сообщениям пресс-службы полиции, это не единичный случай, когда нелегальные мигранты пытаются вот так вот использовать различные многоходовые варианты для того, чтобы зацепиться в Германии и получить статус беженца. То есть не только иранцы, не только иракцы или афганцы, сирийцы, многие так делают, приезжая в Германию, становясь на учет в одном городе под одним именем, в другом городе под другим именем, мигрируют между городами Германии и остаются только там, где их признают беженцами, выдают статус беженца и, соответственно, выдают им это пособие. Чего они и добиваются. А если им удается и улыбается им удача, то получается, что и из нескольких городов они будут получать пособие. Вот вам ответ на тот вопрос, откуда у этих бедных нелегальных мигрантов так много денег, чтобы ходить по улицам с дорогими айфонами, в крутых дорогих одеяниях. Они одеваются за счет того, что умеют облапошивать немецкую бюрократическую систему, которая считается самой бюрократической системой в мире. То есть, может быть, подумать, что это не так уж и легко обмануть немецкие ведомства, но оказывается, увы, немецкие ведомства, так же, как немецкое законодательство, имеет очень много пробелов и очень много дыр, через которые проползают вот такие вот нелегальные мигранты. И вся проблема в том, что вот эти вот мигранты приезжают сюда, именно как вот раньше было, вот летом у нас был на канале видеовыпуск о том, что немецкое консульство в Пакистане, в Исламабаде, выдавало въездные визы в Германию многим афганцам и пакистанцам по подложным документам. Естественно, Аналена Бербок сказала, что максимум было выдано дюжина таких паспортов, вернее, дюжина таких виз, поэтому шумиху устраивать из этого не стоит. Но по статистике полиции и по статистике именно управления по борьбе с коррупцией, по борьбе с вот этой нелегальной миграцией, оказалось, что за несколько лет было выдано свыше трех тысяч въездных виз по подложным документам. До сих пор ведется следствие, до сих пор многие функционеры Министерства иностранных дел, которым управляет Аналена Бербок, находятся в подвешенном состоянии, вроде бы и могут работать, но и работать им нельзя. Тех людей, непосредственно причастных к выдаче вот этих виз по подложным документам, уже заменили. Их не уволили, их не посадили, их просто заменили. Потому что Аналена Бербок не любит, когда ее, в первую очередь ее саму, а потом ее помощников, кто-то очень сильно наказывает за какие-то пробелы или за какие-то ошибки. Так вот, по сообщениям полиции, такой случай, как вот с этим 29-летним гражданином Ирака, который выдавал себя за 9 разных личностей, не единичный. То есть, когда приезжают сюда сирийцы, они регистрируются в одном городе, пожили месяца 2-3 в одном городе, решили с друзьями прокатиться в какой-то другой город, там же регистрируется опять, а вось получится из одного анкер-центра перекинуться в какой-то лагерь для беженцев, где тебе потом при проверке твоих новых документов выдадут статус беженца, и ты сможешь там зацепиться. Если не получится остаться в одном городе, то получится остаться в другом. Так они многие и делают. Естественно, кто-то мне когда-то писал под одним из видео комментарий, что, мол, отпечатки пальцев еще никто не отменял. Когда идет огромнейшая толпа афганских мигрантов, кто у них будет на границе снимать отпечатки пальцев и сверять с базой данных тех афганских мигрантов, которые уже были зарегистрированы здесь в Германии? Этого никто делать не будет. Поэтому утверждать о том, что если отпечатки пальцев один раз у человека сняли, то его уже можно опознать по этим отпечаткам и обратно выдворить, депортировать, невзирая ни на какие его плаксивые просьбы, ухищрения, остаться здесь в Германии или еще как-нибудь. Нет, их никто не проверяет. Их потом проверяют после того, когда им выдали статус беженца. Но вот этот вот гражданин Ирака в возрасте 29 лет в течение нескольких месяцев скрывался на территории Германии, перебиваясь куском хлеба то в одном лагере, то в другом лагере, прячась от вот этих вот, в первую очередь от полиции, прячась от управления по борьбе с нелегальной миграцией, от этого управления по миграции и беженцам в надежде на то, что все-таки, может быть, а может он читал все-таки про кошаков, что у кошаков 9 жизней. И он подумал, ну если у меня будет 9 личностей, может быть, какая-то из них сыграет хорошую роль, и я останусь. Но ему не повезло. Просто полицейские имели его фотографию в базе данных, и когда они его увидели, они посчитали в первую очередь своим долгом проверить этого гражданина Ирака на, не на лояльность, нет, а на право пребывания в Германии. И оказалось, что он, увы, несколько месяцев уже находится в розыске, так как его должны депортировать. Естественно, они его отвезли в этот лагерь для депортируемых людей в анкер-центр, который находится под усиленной охраной полиции и частных предприятий вот этих вот охранных, и оттуда его уже отправят обратно на территорию Ирака, а может быть Афганистана. Я не знаю, куда его отправят, но факт остается фактом. Полиция заявила открыто о том, что это не единичный случай, и они не знают, за что хвататься, рук не хватает у них на то, чтобы перекрыть абсолютно все пробелы в этой миграционной политике. Но, что интересно, некоторые бандиты, криминальные элементы именно из Афганистана, после того, когда в конце августа Нэнси Фезер вот так вот отрапортовала перед Бундестагом и перед населением страны, что она отправила при помощи своего ведомства 28 афганцев обратно в Афганистан, каждому дав карманных денег тысячу евро, потому что так они не хотели уезжать. Один афганец, криминальный элемент, заявил, что если ему Германия выплатит, ну, как минимум 10 тысяч евро, он с удовольствием в тот же день, после того, как получит деньги, готов отправиться обратно в Афганистан. Понимаете, проблема в чем? Проблема в том, что когда я уже в одном из видео говорил, что Европейский суд по правам человека приговорил Германию к штрафу в пользу сирийца, которого Германия депортировала с границы Австрии, не дав ему вступить на территорию Германии, хоть он и хотел здесь получить статус беженца, они его просто развернули на 180 градусов и сказали, вот куда приехал сначала, там и тусуйся. Австрийцы сразу его турнули дальше, он остался, вернее попал обратно в Грецию, куда он приехал изначально, там зарегистрировался. И, естественно, он подал жалобу на то, что с ним очень плохо обходились, в первую очередь, немцы, во вторую очередь, греки. Ну и Греция немножко отделалась более, так сказать, легким испугом. То есть Греция должна заплатить этому человеку 2,5 тысячи. А Германия должна заплатить 6 или 6,5 тысяч евро штрафа за нанесение тяжелой психологической травмы. Так любой сириец или афганец будет приезжать сюда в Германию, корчить из себя какого-то непонятно придурковатого шизофреника на границе и подавать потом в суд на страну и с подачи Урсула фон дер Ляйен Европейский суд по правам человека будет приговаривать Германию или, допустим, Австрию к выплате, скажем так, морального ущерба вот этим вот гражданам, обиженным немецкой стороной. Вот такие вот дела. Просто получается, что согласно нашим политикам, которые сегодня не знают, за что хвататься, хвататься ли за какие-то новые законопроекты или обеими руками хвататься за подлокотники своих министерских кресел, потому что, как говорится, первый пошел. Министр финансов Кристиан Линднер вылетел в трубу два дня назад, вечером, в половину девятого. Просто канцлеру надоело смотреть на то, как этот министр финансов зажимает абсолютно все. С одной стороны, это хорошо, с одной стороны, это хорошо тем, что он на следующий год в госбюджет не хотел пропускать треть суммы на помощь, на военную помощь Украине и почти половину из этой суммы на развитие Бундесвера. И, естественно, канцлеру это не понравилось, потому что в этот же день министр обороны Германии пропихнул свой закон через Бундестаг о тотальной мобилизации. Что это такое тотальная мобилизация? То есть каждый гражданин Германии, достигший 18-летнего возраста, обязан будет после получения приглашения заполнить онлайн-анкету, согласен, готов ли он служить в армии или не готов, согласен ли он в случае чего стать под ружье. Естественно, такой закон почему-то Бундестаг мгновенно принял на ура. А тут, блин, министр, чуть не сказал внутреннее дело, министр финансов Кристиан Линднер сказал, да вы что, у нас и так денег в казне, нифига. У нас и так этот, блин, зеленый пытается тянуть то в одну сторону, то в другую. Я не могу это пропустить. Ну и вот, как говорится, принял огонь на себя. И вечером 6-го числа его просто-напросто сняли с должности. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. На следующий день бундесканцлер Олаф Шольц поставил на место министра финансов своего помощника, советника. Посмотрим, какой это будет министр. Кстати, в тот же день, когда Шольц поставил своего советника министром финансов страны, сам Шольц внес в Бундестаг предложение о вотуме доверия, в первую очередь, самому канцлеру, ну и потом кабинету министров. И вот этот вотум доверия он назначил на 15 января. А что так поздно там? Давайте сейчас всех вас погоним нафиг. Раз один вылетел министр, так первая ласточка, следом пойдут другие. Ну, посмотрим. Просто если Мерц сейчас, Фридрих Мерц, узнает, естественно, узнал, если ему не понравится такая далекая дата 15 января следующего года, а вотуме недоверия, он сейчас будет во всеушлеслении кричать в Бундестаге, давайте проведем это сейчас, чтобы показать нашему правительству, что оно некомпетентно в своих обязанностях и в своей работе. Вот такие вот дела. Но касательно именно миграционной политики, может быть, Кристиан Линдер и хотел зажать также деньги на выплату вот этих пособий для мигрантов, поэтому он и вылетел в трубу. А может быть, у них большие были разногласия вообще в кабинете министров вместе с Шольцем по поводу не только миграционной политики, но и вообще госбюджета в целом. Потому что на этот год были зажаты очень огромные суммы, и сейчас понизили пособия многим мигрантам, многим беженцам. Правда, понизили не на много, но все-таки понизили. И если у них были какие-то взгляды, какие-то наметки на следующий год о резком снижении пособий, скорее всего, бундесканцлеру это и не понравилось. Поэтому Кристиан Линдер вылетел. Но, как я сказал, кто-то из них пытается держаться за свое кресло, кто-то пытается держаться за свои законопроекты, которые продвигает в Бундестаг. В любом случае, они не так просто уйдут от этой кормушки. И даже Нэнси Фезер, зная, что многие беженцы из Ирака или из Афганистана или Сирии используют не одно имя, то есть не одну личность, а несколько, вот как этот иракец, девять личностей для того, чтобы всяческими способами зацепиться в Германии и остаться здесь в качестве беженца, она прекрасно это знает. Но не боится ли она тоже вылететь? Ведь если будет вынесен ввод ум недоверия бундесканцлеру, вылетит весь кабинет министров вместе с ним. Что такое ввод ум недоверия? Вот у нас в Бундестаге 732 человека вместе с канцлером. Так вот, чтобы вы вынести ввод ум недоверия бундесканцлеру, достаточно половины Бундестага плюс один голос. То есть 367 голосов должно проголосовать за ввод ум недоверия бундесканцлеру. И тогда он вылетит. Но если до той даты 15 января следующего года четверть Бундестага проголосует за некомпетентность нашего бундесканцлера, скажем так, мягко выражаясь, то следующим шагом будет уже как минимум треть Бундестага после этой четверти. Если за этой четвертью пойдет еще больше депутатов Бундестага, и они скажут, что да, мы недовольны работой коалиции, мы недовольны нашим правительством, мы недовольны кабинетом министров, то достаточно будет одной трети, чтобы, собрав эти голоса, подать заявление федеральному бундесканцлеру с требованием снять этого канцлера и назначить другого. И вот тогда бундесканцлера включается в свою работу. Он уберет одного канцлера и поставит, не дай бог, мерца. Не дай бог, потому что я вам уже говорил, какие у него планы. Во-первых, начать глобальную войну на территории Европы с участием войск Бундесвер, ну и позариться на сбережение населения Германии. Вот и все, что я хотел сегодня вам сказать. Вот, получается, начал о миграционной политике, а закончил передрягами и скандалами в немецком правительстве. Ну а по-другому никак. Просто сейчас все эти темы идут одна в одну, друг с дружкой перетираются, что разделить их отдельно друг от друга, не повредив одну или не зацепив другую тему, невозможно. Это как липкие спагетти, которые в кастрюле отлежались. Вы забыли их перемешать со сливочным маслом. И когда вы их достаете, пытаетесь разобрать в сторону, они рвутся, слепившись друг от дружки. Вот примерно вот то же самое политика нашего правительства и миграционная политика. Это слипшиеся спагетти, от которых, увы, надо избавляться. Это все, что я хотел вам сегодня сказать. Не забудьте подписаться на канал, поделиться видео с друзьями, оставить свой комментарий, поставить пальчик вверх, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий. Кто желает поддержать наш канал финансово, пожалуйста. Ссылки на ресурсы с донатами в описании к каждому видео, потому что у нас на канале монетизация, увы, себя не оправдала, как я это уже говорил в нескольких видео ранее. Поэтому любой вашей копейке, которую вы пожертвуете на развитие нашего канала, мы всегда будем рады. Ну и как всегда по традиции. Не болейте. Всем удачи. Пока.